Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 25 июня, первый летний месяц подходит к концу, курортный сезон только начинается, и сегодня мы будем говорить о двух направлениях, которые более всего, наверное, ассоциируются у нас с курортом, с летом, с солнцем, хотя курортный сезон и в Турции, и на Северном Кипре он далеко не только летний. Но сейчас самый-самый сок, что называется. И сегодня мы будем рассказывать о рынках недвижимости Турции и Северного Кипра. Одно направление, это просто страна номер один, Турция самая популярная у российских покупателей, у русскоязычных покупателей зарубежной недвижимости. Северный Кипр, непризнанная или частично признанная республика, она подтягивается по спросу, и последние два года на рынках был ажиотаж, который очевидным образом поутих во второй половине прошлого года, но, тем не менее, интерес эти рынки вызывают как у тех, кто уже купил, так и у тех, кто только собирается покупать. И сегодня мы будем общаться с экспертами компании Intermark Global, компания из названия уже видно глобальная, и я с удовольствием представляю двух экспертов, с которыми мы сегодня и поговорим, и о Турции, и о Северном Кипре. Это руководитель направления Турции Intermark Global Елена Заплаткина. Елена, здравствуйте. Добрый день, очень рада. И с удовольствием представляю руководительное направление Северного Кипра, турецкого представительства Intermark Global, в рамках турецкого представительства, как я понимаю, есть отдельное подразделение, Лугбека Шакирова. Лугбек, здравствуйте. Добрый день, очень приятно. Елена, давайте тогда в двух словах о компании и вот о структуре, потому что мы о Турции с вами говорили часто, о Северном Кипре не говорили практически. Как это все у вас сейчас работает? Буквально в двух словах, пока к нам присоединяются наши зрители. Наша компания Intermark Global была ранее более известна как Savils. В общем-то, сейчас мы вернулись к своему исконному названию, который у нас был с 93-го года, Intermark. И, конечно же, самая главная гордость – это за последние два года открывшиеся офисы в разных юрисдикциях. Их достаточно много. Это офис и в Дубае, и два офиса в Таиланде. Я представляю офис, который находится в Москве, первоначальный офис. Офис на Бали, в Лондоне, Великобритании. Как был наш офис Savils, так теперь, в общем-то, дружественный Intermark сохраняется. Также у нас открыт новый офис в Китае. И уже последние два года действует успешно на Южном Кипре также офис. И, конечно же, если мы говорим о Северном Кипре, то мы действуем от лица нашего турецкого офиса Intermark Global Turkey с офисом в Стамбуле. И, в общем-то, в Стамбуле мы тоже будем рады вас поприветствовать. Компания Intermark представляет разные опции для наших клиентов. У нас много услуг, начиная от консалтинговых, где мы помогаем выбирать самые подходящие подходы наших клиентов по инвестициям или по оформлению миграционных программ. Это происходит как в рамках названных мной уже юрисдикций, так и, в принципе, по всем дружественным, открытым для россиян возможностям покупок и оформления ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Но и также, конечно же, в рамках России и Москвы мы тоже предоставляем разного рода услуги. Сегодня я как раз как Турцию представляю, поэтому хотелось бы отметить самые важные моменты. Но, как мы обсудили с Филиппом, наверное, мы сегодня будем говорить в рамках интервью даже. В рамках интервью, да. Я попрошу в чате опубликовать контакты компании, чтобы можно было по завершении встретиться, пообщаться и с Еленой, и с Улукбеком. У нас очень большая презентация, мы по ней кратко пробежимся. Традиционно наши друзья из Intermark Global могут ее отправить вам. Просто нужно будет вам связаться напрямую, кому будут интересны какие-то цифры. Ну что ж, давайте начнем вот с чего. Рынок недвижимости Турции. Елен, какой он сейчас? Что определяет ситуацию на нем? Это рынок покупателей, это рынок продавца? Да, ну то есть я могу много деталей спрашивать, но чем глобальнее вопрос, тем больше моментов вы можете раскрыть, поэтому начинайте. Глобальный сейчас рынок Турции, конечно же, продолжает быть рынком в большей степени продавца, чем покупателей. Конечно, среди россиян большая часть, на первом месте среди покупателей, конечно же, исконно это россияне, опять же иностранцы. Но нужно помнить, что 95% все равно спроса местного – это Турция, это сами турки. Это разные причины ввиду этой ситуации, и достаточно скромные банковские инструменты, и, конечно же, невозможность сохранения капитала другими способами. Это изменение валюты, такой достаточно очень несбалансированный, назовем это так, хотя последние два месяца они удерживают, в общем-то, отметку лиры к доллару в 31. Посмотрим, что будет, в принципе, дальше. Они, в общем-то, вкладываются в сохранение и сокращение вот этой девальвации. Но в любом случае, кирпичи – это стабильный, понятный путь вложения, сохранения денег, поэтому, конечно, турки исконно покупают у себя же дома, инвестируют у себя же дома. Кстати говоря, на Северном Кипре они тоже это делают успешно уже многие-многие годы. Классические рынки для покупок, они остаются стабильными, понятными. Это, конечно же, если мы говорим о крупных городах, то это Стамбул, в том числе и Танкара, наименее известная для российских пользователей. Но я предлагаю многим нашим клиентам, которые обращаются для приобретения в Турции, рассмотреть этот рынок как интересный с точки зрения роста цены и, конечно же, цены за квадратный метр, которая отстает от Стамбула. Конечно же, исконно курортные направления, такие как Анталья. Это не только, естественно, Анталья, это все, что вокруг еще находится. Это и Сидей, и Белек, и Манавгат, и, разумеется, Алания, которая является большим достаточно регионом Анталии. Ну и, конечно же, Бодрум. Бодрум сейчас популярен как никогда, особенно вторичная недвижимость. Мы видим вообще смещение спроса на вторичную недвижимость сейчас в большей степени, чем на новостройки, по разным причинам. Среди также турецкого населения, так и среди иностранцев. Ну и, конечно, баланс цены. Сейчас самое хорошее время, благодаря которому можно торговаться. Сейчас как застройщики, так и собственники готовы очень выгодно уступать в цене. Поэтому, если говорить о ситуации на рынке, где спрос сейчас немножко снизился по сравнению с 2023 годом и сильно снизился по сравнению с 2022 годом, это как раз удачное время для покупки на своих выгодных условиях, а не на условиях сумасшедшего рынка. Два еще тогда уточняющих вопроса, и те же вопросы буду задавать Алубьяк вам. Напоминаю, что если, друзья, у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в чате. Итак, Елен, все-таки цена. Цены – это такая история всегда очень спорная, потому что есть официальная статистика, есть как бы реальное положение дел. Официальная статистика очень часто учитывает цены предложения или, наоборот, учитывает цены сделок. Есть временной лаг между тем временем, когда человек заинтересовался и потом купил. Вот ваше ощущение. Вы сказали, что сейчас в Турции торговаться всегда было можно, но сейчас не просто можно, но и нужно. Как бы вы описали, что происходит с ценами на самом деле, и как это согласуется с официальной статистикой, которую мы сейчас тоже, естественно, покажем? Крупные игроки рынка не сильно торопятся снижать цены, потому что им это ни выгодно, ни интересно. Любой кризис, он имеет всегда временные показатели, он цикличен. Сегодня это кризис, завтра он заканчивается, и, в общем-то, новая реальность приходит, поэтому, конечно, крупные игроки не играют со своими ценовыми предложениями. Ну, более мелкие девелоперы, в том числе, естественно, если мы говорим о вторичной недвижимости, то здесь вообще, в принципе, никаких законов нет. Как собственник хочет, так он и поступает. Если это срочная продажа, у нас, кстати говоря, есть такие предложения со срочной продажей, там вообще очень можно выгодно приобрести объект и не смотреть вообще на ситуацию, на рынок в целом. У нас, конечно, наше главное преимущество, что мы находимся на местах, что называется, с нашими представителями, с нашими менеджерами, которые, в общем-то, готовы показать вот такие вот горячие предложения. В принципе, окупаемость, то, что вы сейчас открыли, долларовая в Турции на конец 2023 года, она составляет 10 лет в среднем. И если мы сравниваем ценник, который сейчас есть на момент конца года и на момент первого квартала 2024, то средняя цена по Турции, это где-то 1250 долларов, она, конечно, снизилась в порядка 15% в долларах эквиваленте с 2022 годом. Это, конечно, не пугает, а наоборот хорошо, потому что мы видим, что рынок, он более сбалансирован и более понятный. И нет таких уже скачков роста, особенно в лирах, особенно в долларах, как это было последние два года. Окей. И тогда второй вопрос, он, с одной стороны, может быть, должен был быть вообще самым первым, а может быть, самым последним на вебинаре, но уж давайте сейчас тогда я его задам. Зачем сейчас покупать недвижимость в Турции? Классическая ситуация. Если мы говорим о россиянах, то, конечно же, для нас важен второй паспорт, возможность его получения. Все программы как начинаются, так и заканчиваются, либо они усложняются, либо они дорожают. То же самое происходит с турецким гражданством. Оно более стало знаменитым, когда требовало вложения 250 тысяч долларов, сейчас это 400 тысяч долларов. И в ближайшие месяцы они точно будут поднимать цены, потому что альтернатив нет. Конечно же, это все в режиме еще пока, так скажем, сплетен, но есть и подкрепленные истории, что это будет 600 тысяч долларов стоить россиянам. Но и в принципе, опять же, если есть программа гражданства, если она понятная, если она популярная, то если есть необходимость и возможность, то, конечно, нужно делать второй паспорт, тем более через покупку недвижимости, которую вы через три года можете реализовать, сохранив паспорта. Ну и, конечно, это понятная по ментальности страна, стабильный спрос на аренду, особенно в определенных регионах, назовем это так, опять же, Стамбул, Бодрум, Анталия, это понятные регионы, которые постоянно приносят доход. Релокация, опять же, много хороших международных школ, крупных университетов, тоже удобный комфортный климат, понятная вообще транспортная доступность, логистическая, особенно если мы говорим о таких городах в России, как Санкт-Петербург, Москва, Новосибирск, Екатеринбург и так далее, Уфа, Казань тем более. Это удобная, понятная страна, которая сейчас все равно по ценам до многих европейских юрисдикций, к счастью, не добралась, по пиковым ценам, я имею в виду. Да, поэтому пока это комфортно и понятно, и возможность, опять же, приобретения. По аренде и по законам, о которых вы, Елена, уже рассказали, мы к ним вернемся чуть позже, потому что действительно это очень важно, то, что влияет сейчас непосредственно на рынок и на интересы покупателей. Лукбек, тот же самый вопрос вам. А Северный Кипр сегодня, он для покупателя, который что хочет? Ну, я бы сказал, для покупателя, который едет сюда на релокацию. Потому что у нас все то, что, допустим, Елена, моя коллега сказала, есть в Турции, есть и у нас. Но при этом гражданство, например, Северного Кипра, вы не получите за инвестиции. Но при этом, допустим, в отличие от каких-то других стран, либо, если брать Турцию, у нас нет по ВНЖ никакого ценза, никакого порога. То есть вы покупаете недвижимость от любой суммы сделки и получается через покупку недвижимости гарантированно ВНЖ на год вперед. И каждый год ежегодно вы продлеваете. Это чистейшие пляжи. Это все-таки не забываем, что Кипр – это бывшая британская колония. У нас образование выстроено по британской системе. То есть хорошая медицина, качество строительства уже подтягивается ближе. Ну, как бы даже на уровне Турции, можно сказать. То есть большие комплексы строятся, построен новый большой аэропорт. Он очень облегчает и, допустим, пассажиропотограф. Если мы раньше говорили про маленькие самолеты, то сейчас мы уже здесь у себя в Арджане принимаем крупнофюзеляжные самолеты. То есть это все стимулирует большой приток туристов. И, как правило, туристы, которые приезжают, у них в том числе… У нас в меньшей степени развита система отельного бизнеса, как в Турции, вот в этом понимании самого бренда турецкого. У нас в основном это все… Ну, люди, когда приезжают, как правило, они снимают у застройщиков напрямую, либо у участников. Если можно чуть ближе к микрофону, чуть ближе к микрофону. Говорите капельку. И если мы говорим про второе направление, про что Северный Кипр, про что недвижимость на Северном Кипре, это покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду, я бы сказал. Окей. Недвижимость в Турции, как Елена справедливо заметила, в 21-м, да еще до этого, в 20-м году, с начала пандемии значительно дорожала, в значительной степени благодаря тому, что Турция не закрывалась, в отличие, кстати, насколько я знаю, от Северного Кипра. Ну, то есть какие-то закрытия были, но такие немасштабные. Но рост цен на Северном Кипре был существенно большим. И это тоже было, причем он был гигантским. Он был, ну, то есть долго-долго тянули, 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 потом выстрелили. Там речь доходила, ну, в конкретных примерах мне показывали чуть ли не в три раза за год. Ну, это такой, понятно, частный случай, но тем не менее. Опять же, о ценах. Вот что происходит сейчас, какая сейчас ситуация. И опять же, первичка, как себя ведет, вторичка, как себя ведет. Елена рассказала про Турцию, Лукберг, по Северному Кипру, особенно вот в последние месяцы и в моменте, что сейчас происходит? Последние месяцы и в моменте мы наблюдаем рост, но он не такой прогрессивный, как вы отмечали с 2021 года по 2023 год. На пике это вот очень-очень был большой и резкий причем рост. Сейчас мы наблюдаем стабильный рост, он выровнялся. Вот, поэтому... Какой, я говорю? Простите, это какой примерно? Это там... Месяц-треть. Месяц трудно оценивать, конечно. Если мы говорим про рост стоимости недвижимости от застройщиков, то это то, что вот застройщики сами ежегодно индексируют, то они декларируют не менее от 20 до 30 процентов по году. То есть сам... Это по ходу строительства или уже на готовый объект? В рамках года. Нет, это объект, который строится в течение этого года? На офф-клане, да. Нет, это который строится, который в стройке, на офф-клане. Если мы говорим про вторичное жилье, да, там сейчас наблюдается рост меньше, потому что все-таки Северный Кипр активно застраивается, что-то было приобретено для того, чтобы сейчас продавать и делать заработки, которые люди, инвестиции, которые люди планировали. Поэтому в принципе, в принципе, первичка, как всегда, она росла в меньшей степени, вторичка она растет, но не так бурно и не так динамично, как это было ранее. Примерно, чтобы было понимание, ну, по Турции, Елена, я обязательно тоже это отдельно спрошу. Ваш спектр предложений на Северном Кипре сейчас ценовой какой? То есть от до что это такое сейчас? Ой, на самом деле он очень... Диапазон очень широк. Я бы сказал от 60 тысяч фунтов. Я все цены буду говорить в фунтах стерлингов. Ну, я думаю, что переведем, да, там при необходимости. Там 1,2, 1,25 сейчас. Да, 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 плюс-минус. То есть от 60 тысяч до миллионов. Окей, спасибо. Елена, возвращаемся тогда к вам. Турция, вернее, власти Турции последние полтора года активно подбрасывают огня, что называется. Да, принимаются новые законы, которые влияют в значительной степени на иностранцев, в том числе. Один из них – это закон, который изменил порог входа для ВНЖ. Другой закон – это закон о краткосрочной аренде. Давайте с них тогда начнем. Как эта история влияет сейчас на рынок и что вообще рынок внутри на этот счет говорит? На самом деле есть несколько причин. Начну, наверное, с закона про краткосрочную аренду. Есть несколько тому причин. В том числе необходима была последние, наверное, два с половиной года поддержка гостиницам и отельному сектору, который составляет очень большую часть ВВП, в принципе, Турции. Из-за того, что было, в общем-то, возможно сдавать на краткосрочный период времени большую часть объектов недвижимости, цены и спрос, они снизились. И, в принципе, учитывая ситуацию экономическую на территории Турции, это было невыгодно. И, конечно же, благодаря краткосрочной аренде, в том числе, было очень повышенное количество мигрантов на территории разных стран абсолютно. Они, конечно, искусственным образом, введя эти ограничения, сейчас освободились от большей степени этой нагрузки. Мы видим, в общем-то, показатели, насколько меньше людей релацировались на короткий срок, насколько меньше людей стало, иностранных людей, проживать на территории Турции, особенно в курортных городах. Естественно, благодаря этому, наконец-таки, снизилась нагрузка на безопасность, на медицину, на инфраструктуру в общем и целом. Это не только мы говорим о пляжных зонах, мы говорим о городской инфраструктуре. И сейчас они начали потихоньку, конечно, отпускать эти вожжи. Мы ждем, что они сейчас по ВНЖ вернут, откатятся назад в ближайшее время по ценовому диапазону, и не нужно будет покупать на 200 тысяч, чтобы получить ВНЖ. Уже есть хорошие, очень понятные висточки на этот счет. У нас есть пример, например, опять же, по Анкаре, потом я скажу более подробно. При покупке возможно получить даже от 100 тысяч долларов ВНЖ. Это такая первая хорошая позитивная новость. Ну и в том числе, конечно, новые комплексы. Они уже научились бороться с этой ситуацией. Они подписывают контракты на возможность аренда, краткосрочный срок и сдача ее со всеми жителями. В принципе, можно еще с позитивной точки зрения эти изменения оценить. Например, в той же самой европейских таких юридических, как Испания, Франция, Италия, там тоже нельзя сдавать без возможности получения лицензии. А лицензии уже не дают. У нас плохо, и у них плохо. Это такая аргументация. Да, да. Но это неплохо. Это неплохо, потому что мы, например, тоже владелец недвижимости в Испании уже много лет. И мы, наоборот, очень довольны, что у нас нет этой лицензии. Потому что лицензия – это проходной двор, по сути, у себя в ЖК. Это проходной двор на территории бассейна. Непонятно, кто отдыхает, шумят, не знаю, жарят мясо, кричат матом и так далее. В принципе, отдыха, если мы говорим о хорошем комплексе, который такой, даже скажем, бизнес-класса, уже никакого не будет. И на долгий срок инвестиция тоже имеет место быть. Она, может быть, на коротком плече не приносит такой высокий доход, зато он более прогнозируемый, понятный в будущем и не такой сильно имеет нагрузку, опять же, на амортизацию своего помещения. Елена, но вы буквально в предыдущей нашей диалоговой сессии сказали о 10-процентном доходе, который обеспечивает турецкая недвижимость. Все-таки, инвесторы, которые были, те, кто хочет купить именно с инвестиционной точки зрения, как им эти 10% пощупать, понять с учетом того, что краткосрочная аренда, ну, точно знаю, да и вы, собственно, это говорите, она в огромном количестве комплексов на стопе по объективным причинам. Закон-то работает. Инвестор должен для себя, в принципе, выбрать политику. Что он хочет получить? Он хочет инвестицию, которая даст маленькую амортизацию, хороший прирост в цене и потом даст ему ощутимый доход в кармане, когда он ее перепродаст, через 3 года, например, или через 5 лет. Или он хочет на долгом основании сдавать и 10 лет ее оборачивать, то, что я как раз говорила, и получать как раз доход 8-10%. Тут уже нужно будет смотреть, какой подход ему интересен. Он может быть на короткой основе, а может быть на долгосрочной перспективе. При этом, опять же, если мы говорим о комплексах под короткий срок, то у нас есть, естественно, спектр предложений по разным городам, там, где это доступно, там, где есть разрешение, там, где есть лицензии, подписанные на короткий срок. Расскажите, Лена, расскажите, конкретный пример посмотрим. Все-таки это что? Это новые комплексы, которые были введены в строй уже после? Или есть ребята, есть примеры, которые ухитрились собрать бесконечное число подписей со всех соседей? Есть такие примеры, есть такая вторичная недвижимость. Есть, опять же, и такие юрисдикции, как тот же самый Бодрум, где у них свои вообще законы, которые не писаны, как у других локаций курортных, где, в принципе, мы можем сдавать на 3-4 месяца нашу виллу или нашу квартиру и получить доход, который будет превышать годовой доход в том же самом Стамбуле. Причем превышать вдвое, а то и втрое. При этом ампортизация у него будет, соответственно, намного ниже, учитывая то, что он сдан будет всего 4 месяца в году. Это вторичка. Есть, естественно, объекты, которые имеют отельную концепцию. Такие тоже есть. И в Стамбуле у нас есть, и в Алании, и в Анталии, которые на этапе строительства как раз уже заключились с своими собственниками договорами, вот такими вторыми опциональными по управлению. Разные крупные, опять же, фирмы, не обязательно это отельные фирмы, есть управляющие компании крупнейшие, например, Мисофир. Она занимается управлением в таких городах, как Анталия, Алания, Мерсин, Стамбул, крупная, понятная, большая, которая сама же покрывает все необходимые налоговые истории и уже выплачивает собственнику на счет очищенный доход от всех расходов, коммунальных платежей и так далее. То есть все зависит вообще от желающего. Что хочется получить в итоге? Просто для понимания, предложения, о которых вы говорите чаще, они все-таки новостройки. Вы с вторичкой каким-то образом занимаетесь или сейчас это не совсем ваш профиль? Наоборот, мы сейчас в большей степени как раз вторичной недвижимостью начинаем увлекаться. Ну не то, чтобы начинаем, мы давно уже подобрали хороший, очень проверенный каталог, в том числе и из наших собственников, которые продают свои объекты, что называется секонд-хенд, но также у нас сейчас больше упор мы делаем на локации курортной и вторичной недвижимостью. Это Эгейское побережье, это Измир, это Бодрум, это районы Мармориса, Фетхиек, Ушадасы, потому что действительно сейчас спрос большой на готовые объекты. Как на духу, среди тех, кто приходит к вам с просьбой продать свою вторичную недвижимость, есть ли те люди, которые делают это, потому что не могут сдавать сейчас недвижимость в краткосрочную аренду, в долгосрочную они условно не верят, и поэтому вот так. И если да, то опять же, какой-нибудь частный пример, сколько они скидывают с той цены, которая была в 22-м году? Очень много объектов, которые перепродаются, которые к нам обращаются для перепродажи, владеют своими объектами уже более 10 лет, они уже наигрались в этот домик, им хочется следующий купить какой-то, перевложиться, таких больше число. И есть те, которые пытаются перепродать то, что еще не построено на этапе строительства, там, где они вложились вов-план, что называется. Вот второй сегмент я не очень люблю, потому что я люблю продавать объект, который не долевую собственность перепродавать, который уже действительно введен в эксплуатацию. Таким клиентам я всегда говорю, что рекомендую дождаться ввода и уже затем заниматься перепродажей, либо обращаться напрямую к застройщику. Лучше, чем застройщик, строящийся объект, даже ресейл, не продаст никто, никакое агентство недвижимости. Поэтому в любом случае тех, кто перепродает, их можно крутить на скидке. Но не факт, что застройщик разрешит с этой скидкой вообще клиенту, этому собственнику свою долю продать, потому что у него тогда теряется вся его модель оставшихся квартир по перепродаже. Да, такую историю я слышал, но я не очень слышал, что есть прям такие прямые запреты, то есть что я там купил на стадии котлована, а потом хочу как-то перепродать. То есть многие застройщики такие ограничения ставят? Да, есть определенные ограничения, застройщики не разрешают перепродавать объект, если у него не осуществлена полностью оплата 100%. Если 100% не выплатил, то нет. Также, естественно, никогда застройщик не поставит в перепродажу объект недвижимости сильно ниже, чем у него в ресейле уже стоят объекты. Собственник может где-то тихонечко с каким-то агентством, пытаться перепродать дешевле, демпингнуть, что называется, ценой, но ждать, что застройщик выставит на 50% опциону дешевле. Это понятно, да. Окей, Елена, я тогда еще попрошу прокомментировать вас про те изменения законодательные, которые сейчас есть. Вот эту вот историю. Про нее мало говорят, хотя мы, например, несколько раз даже писали об этом, но в чем, собственно, суть и каким образом мне-то, как собственнику, или как будущему собственнику, эта отмена важна или не важна? На самом деле, как собственнику, это просто замечательное правило. Последние два года был закон введен, и он действовал, в общем-то, что можно раз в год повышать цену не более чем на 25%. Сейчас, с июля месяца, с первого числа, этот закон больше не действует, и, соответственно, любой собственник имеет право повысить свою стоимость, если он чувствует в себе силу, если он уверен в своем объекте недвижимости, если соседние объекты сдаются на тех условиях, которые он хочет повысить, то, соответственно, просто уведомить своего проживающего о том, что будет повышение. Все зависит, опять же, от собственника, от его пожеланий. Но, например, в Стамбуле, особенно в европейской центральной части, азиатской центральной части, сейчас квартиры в популярных, опять же, районах, в хороших домах, а хорошие дома – это те, которые не старше 15 лет, не обязательно, что это новостройка, повышаются цены с 1 июля, и мы это четко знаем, минимум на 50%. То есть, например, однушка стоила у нас, условно, 1800 долларов с мебелью, в доме, которому 12 лет, не бог весть какая, с мебелью из Икеи, совершенно не новой. Вот она была 1800, а теперь она будет стоить минимум 2500, без учета коммуналок. Можно ли сказать, что в значительной степени краткосрочная аренда дорожает, в первую очередь краткосрочная, дорожает потому, что с рынка искусственным образом на определенный период, по крайней мере, на этот сезон уж точно, вымыли гигантское количество объектов. Ну, просто, давайте так, я не могу говорить про Стамбул, не знаю, но в Алании я просто знаю, нам многие и риэлторы писали, и мы общались с ними, что да, такая проблема массово есть, что ходят проверяющие, летом они ходят не так активно, как они ходили там в феврале, в марте, но все равно рисковать-то готовы далеко не все, штрафы существенные. Ну, например, если мы говорим об Алании, то, конечно же, Алания, понятная курортная локация для того, чтобы отдыхать со всей семьей летом, да, это у нас лету, понятие растяжим, как вы сказали, да, там с апреля по ноябрь можно отдыхать в Алании, легко и непринужденно. Но на самом деле, когда я решила заняться вопросом поиска, предположительно, аренды на 2-3 недели, на тот же самый август или сентябрь, на известных сайтах-агрегаторах, которые занимаются краткосрочной сдачей, я столкнулась с тем, что опций очень немного, и цены на них кусаются достаточно сильно. Но большая степень сейчас действительно демонстрирует, что краткосрочные аренды недоступны, есть возможность аренды на долгий срок. Вот там как раз они уже показатели не такие высокие, как они были в 22-23 году. Могу сравнить это с 21-м годом уже, с ценовой политикой. Окей. Не скажешь о Стамбуле или о Бодруме? Бодрум, пожалуйста, купил за 500 тысяч долларов, сдал за 2 недели, получил 10 тысяч долларов спокойно в аренду. Простите, что, в Бодруме типа не приходят? Там как-то вот проверять не будут? Там своя жизнь, вообще своя, во всем. Там можно и экспертизу получить. В Стамбуле мы ждем с вами экспертизу месяц-полтора, там мы ее ждем неделю, 5 дней. В Тапу есть уроки оформления определенные, особенно крупные города, там Стамбул или Анталия, минимум 2 недели. Там один день. Там свой мир. Турция наше все, Турция наше все. Толкости много. Окей. Вернемся через несколько минут опять к Турции. Улукбек, давайте о Северном Кипре, опять о законодательной истории. Вот тут как раз, как я понимаю, изменения есть, они серьезные и, как вы сказали, это изменения последних месяцев. Вообще на Северном Кипре, с одной стороны, насколько я могу судить, ограничения для иностранцев, они были такие всегда довольно занятные. То есть один объект ты мог оформлять на себя, дальше ты должен был там какие-то хитрости придумывать. Но, собственно, во всех странах, и не только в тех, о которых мы говорим сегодня, есть такая волшебная история. Местные власти в какой-то момент начинают думать, ах, местные жители ничего купить себе не могут, гадкие иностранцы все скупают, надо что-то предпринимать. И, насколько я понимаю, на Северном Кипре дело дошло все-таки до конкретных решений, просто об этом сейчас практически не говорили. Вроде как какие-то меры хотели принять, но не приняли. В итоге, что сейчас по правилам покупки для иностранцев? Ну, коллеги, я вам скажу так. Во-первых, в отличие от Турции, у нас в меньшей степени развита внутренняя миграция. Если, допустим, в Турции, как Елена говорила, более чем 90% это все-таки покупки турками, турецкой недвижимостью, то у нас это больше рынок иностранцев, скажем так, потому что особенно вот эти все курортные города, такие как СНТП, и СКИЛЕ, вот это в большей степени, это, конечно, покупки недвижимостью иностранцами. Поэтому законы, как правило, у нас имеют цикличность. Где-то они принимаются, потом где-то они идут на послабление. Да, сейчас приняли закон о том, что иностранцы могут покупать, ну, собственно, это и ранее было, но иностранец, как физическое лицо, может покупать только одну, один юнит на себя, это вилла либо апартаменты. То есть семья из двух людей, супруга и супруг, могут купить два юнита на себя и оформить их в течение 75 дней. Что было раньше? Простите, простите, Улубек, оформить они обязаны в течение 75 дней. Да, они обязаны. А что значит оформить? Это получить, если здание не построено, это важный же момент. Про это можно сразу, чтобы вопросов не было? Да, конечно. Пожалуйста. Те юниты, которые идут на оффлане, на которые еще нет правоустанавливающих документов, мы это называем, как и в Турции, ТАПУ, это некая метрика нашего кадастрового документа, то застройщик, когда он начинает строить тот или иной проект, он должен получить у местных властей разрешение на строительство. И физическое лицо, которое купило на оффлане по добру купли-продажи тот или иной объект, если этот объект не имеет еще ТАПУ, а он, скорее всего, не будет иметь ТАПУ, потому что объект еще не сдан и не введен в эксплуатацию, то это физическое лицо идет с разрешением на строительство от застройщика, которое было получено застройщиком от правительства. и регистрирует сделку, то есть заявив, что право собственности на данный юнит в таком-то комплексе, оно принадлежит мне. И тем самым оплачивает определенные налоговые пошлины для того, чтобы зарегистрировать эту сделку. Но при этом мы же все прекрасно знаем, что несмотря на ограничения, которые всегда существовали, что официально ты мог за собой закрепить собственных только один объект, всегда была возможность купить 2, 3, 5, 7, 10, ну просто их вот как бы не регистрируя. Правильно ли я понимаю, что все-таки принят какой-то закон, который теперь это ограничивает? Да, принят этот закон. Более того, все те, кто, ну давайте я расскажу, как было ранее. Ранее инвестор, либо состоятельный человек мог купить себе 3, 4, 5, до 200 юнитов в одном и том же проекте и соответственно на основании договора купли-продажи держать эти юниты до определенной степени готовности. там на ключах, до ключей и потом перепродавать и получать прибыль. Сейчас это в меньшей степени происходит, потому что всех тех, а, ну и каким образом он соответственно продает? Он в каждом договоре купли-продажи был прописан пункт возможности переуступки права собственности. То есть оплатив первоначальный, не первоначальный, оплатив взнос до определенной степени, как правило, это 50% от стоимости жилья, можно было переуступить на 3 юрлицу. Поближе чуть говорите, Кобельков. Поближе. То есть собственникам подавалось заявление на расторжение этого договора и договор заключался, новый договор купли-продажи заключался с новым конечным потребителем. Вот таким образом покупались эти юниты. То есть очень большое количество юнитов висело незарегистрированы на засрочке. Сейчас собственники обязали регистрировать новые договора купли-продажи, новые сделки в течение 75 дней. То есть давайте так, вот я хочу купить, ведь раньше я мог заключить какой-то условный договор, я сейчас могу ошибаться в терминологии, но суть примерно была такая, заключить договор с каким-то киприотом, как-то договориться с ним, да, и формально я не являлся собственником объекта, хотя право собственности у меня было, то есть у меня не было подтверждающего документа, правильно, но как бы например с точки зрения получения дохода я вполне мог на этом объекте зарабатывать. Сейчас получается такая схема невозможна или затруднена или пока непонятно с учетом того, что какой-то закон принят только-только. Ну смотрите, вы сейчас отметили другое направление, как покупалась недвижимость для того, чтобы зафиксировать право собственности, то есть создавалась компания между иностранцем и турко-киприотом, где турко-киприот владел 51% инвестиций в эту компанию. Соответственно, эта компания для властей она была местной компанией, так как 51% принадлежал киприотам. Далее, что происходило? Для того, чтобы афоксическое владение оно было на иностранца, который покупал эту недвижимость. То есть киприот нужен был для того, чтобы оформить эту компанию для того, чтобы потом заключить все сделки купли-продажи на эту компанию. И между ними заключалось страстовое соглашение про то, что вы спрашиваете. Сейчас это тоже невозможно. то есть если участие в той или иной компании с тем или иным видом собственности, правом собственности, родом деятельности, оно исключает. То есть этот закон направлен на то, чтобы иностранцы покупали одну квартиру, то есть апартаменты, виллы, неважно, один юнит на одно физическое лицо. и я правильно понимаю, эта штука уже работает? И как давно она работает? Наверное, с начала этого месяца она уже ну там она уже работает, но те, кто купили до этого закона, пока этот закон вошел в силу, им дали полгода для того, чтобы они оформили всю недвижимость на себя, да, чтобы она не висела на застройщиках, либо продали им. Амнистия. Исходя из этого, я так предполагаю, что ближайшие полгода на рынке должны быть весьма и весьма бурными, причем есть вполне вероятность того, что людям надо быстро продать. Я не знаю, в Турции я точно знаю, даже были примеры, сами турецкие власти говорили, там был человек, у которого было 33 юнита в разных жилых комплексах, но в Турции таких ограничений нет, я вполне допускаю, что на Северном Кипре могут быть люди, у которых 10, 15, 20 квартир. Означает ли это, что они быстро должны или находить каких-то родственников, кому продать, как это на практике будет происходить? Да, это примерно к этому и было подведено по всей видимости, но сейчас мы замечаем очень большой спрос на недвижимость на Северном Кипре, потому что те сделки, которые, допустим, люди, которые покупали недвижимость для того, чтобы объект был когда достроен, тогда его продать, они начинают его либо сейчас оформлять, либо перепродавать. И рынок оживился с точки зрения цены, с точки зрения потока, мы видим очень большой поток сюда граждан Турецкой Республики, которая активно покупает на текущий момент именно на северной части Кипра недвижимость, в том числе вторичку. То есть рынок сейчас живой и он сначала до этого закона все ждали, что будет. Так он будет. в каком редакции этот закон принялся. Сейчас нам всем понятно уже правила игры и тем самым рынок начал активно возрождаться. Хорошо. И еще один момент. Я не видел финальную редакцию закона, но верно ли, что у граждан Турции, например, есть особые правила по покупке и они могут приобретать больше или сейчас не подскажете? Совершенно верно. Они могут покупать, у них тоже есть ограничения, они могут покупать до трех юников. Если раз оставим. Значит, еще разочек, давай теперь так. Вот я хочу купить недвижимость один объект. Если я хочу купить один, никаких вопросов нет, я это делаю как и раньше, я объект получаю в полную собственность. Совершенно верно. Если я хочу купить два, мне сначала желательно жениться. И потом уже... А? Если вы не женат. Ну да, еще можно выйти замуж. В общем, тогда история понятна. Если у меня, если я хочу купить больше, то в текущих условиях это нереально. или все-таки какие-то решения вы можете предложить? Нет, на текущий момент это нереально. То есть здесь образовывается рынок конечного покупателя. То есть власти на текущий момент власти Северного Кипра хотят видеть у себя людей, которые приезжают сюда для того, чтобы проживать. Вот именно проживать. Опять-таки же, может быть со временем это мнение у них изменится. То есть это вполне допустимо, потому что, как я сказал ранее, рынок Северного Кипра это рынок недвижимости иностранцев. Здесь в большей степени покупается жилье иностранцев. За предыдущие годы, как вы отметили, был ну просто безумный спрос. На этапе лаунчер, на этапе пресейлов выкупалось около 60-70 процентов всего вообще. То есть застройщик даже не сделал презентацию проекта, просто на карандаше запускал среди своих же инвесторов какой-то проект и там уже выгребалось до 60-70 процентов всех унитов. окей. И вот эти цены они очень сильно и динамично росли. Сейчас скорее всего мы будем наблюдать тенденцию меньшего роста. Рост он будет, потому потому что все таки это остров он имеет свойства замкнутости и ограничения в земле. Выкуплена вся первая береговая линия вся практически. То есть земли меньше и меньше. мы видим цены которые на юге у нас допустим там на юге мы видим за квадратный метр около 7000 евро. Лимассол это объекты европейские поемы. Я даже не про Лимассол говорю я про другие менее пафосные места Айянапа либо там ну тот же самый я не знаю пригород Лимассол взять ну понятно здесь в разы поэтому поэтому вот сейчас такая ситуация но опять-таки же повторюсь сейчас очень хорошая ситуация именно покупать потому что цены начали не так сильно расти я бы так сказал хорошо вот вопрос от нашего зрителя ну во-первых я хочу сказать что в Турции да действительно правильно сказал один из наших зрителей в Турции менее 2% сейчас покупают иностранцы 98% местных но собственно Елена это и сказала мы говоря о Турции говорили самое да я сказал только 5% ну да сейчас показатель снизился да то есть местные как раз покупают мы Аулбек говорил уже про Северный Кипр там действительно активность иностранцев большая расскажите поподробнее о долгосрочной аренде именно на Северном Кипре какова средняя стоимость аренды апартаментов скажем для одного человека на что сейчас можно рассчитывать сейчас на пике мы можем рассчитывать студию от 700-800 евро в месяц в месяц это условно новое здание то есть это современный проект это современный проект это современный комплекс с развитой инфраструктурой на территории фитнес-клубы бассейна закрытые открытые вся сосалка вся не все необходимо шаговой доступности если мы говорим про города студенческие например помогу 350 студия но это уже не курортное жилье это не курортно ида на море без инфраструктуры это вот пришел студент остался дома переночевал чтобы не жить в общежитии пришел студент остался дома что-то студент остался ну который не хочет жить в порядке это так хорошо несколько слов давайте о перспективах и потом уже просто поговорим про конкретные предложения если мы говорим о том что ждет турецкий рынок был большой спрос есть охлаждение есть представление о том что как раз да 98% сделок совершают сами турки но их запросы и запросы иностранцев это не одно и то же иностранцы готовы платить больше чем платят местные жители просто потому что основная часть населения она не столь богата несколько слов об этом если можно я тоже включу презентацию по-моему у вас было несколько об этом сейчас секунду да единственный момент Лукбек не уточнил про район вопрос был про район Кирении перед Кирении да это Северный Кипр просто он очень на самом деле маленький и большой одновременно там разная совершенно жизнь я думаю что 700-800 это было из Киле да а вот Кирении она же гирная там совершенно другая сновая политика и вообще жизнь течет одно место по Кирении по ценам Кирении если мы говорим о Кирении то там нет таких комплексов как в стране Скили Кирении 500 400-500 на текущий момент ну сейчас пик сезона коллеги на долгий срок да ты имеешь даже дешевле чем в Скили хочешь сказать Кирении да Кирении дешевле чем в Скили удивительно мне больше Кирении нравится ну это уже в Кирении как я понимаю Искеле это такой город в пустыне условно говоря да там же все новостройки да а Кирении там зданий там со столетней истории это очень очень много окей Лен включаю презентацию да я быстро пробегусь что вообще нас ждет что вообще происходит в принципе на рынке недвижимости почему-то рост цен еще возможен в будущем да спрос конечно иностранцев он небольшой но чтобы попадать в общем-то в нужную публику и в дальнейшем не остаться проседать своим объектом еще долгое время нужно конечно эти все факторы учитывать чтобы объект который вы купили был интересен как вам так и турецкому гражданину что касается последних трендов удорожание себестоимости строительства происходит постоянное конечно это связано с тем что многие совершенно материалы приобретаются вне территории Турции они привязаны к курсу доллара евро расход на рабочую силу постоянный опять же то же самое связано с повышением цен и конечно же повышением точнее наоборот сокращением как раз ценности лиры поэтому например за последние полтора года мрот повысился в лировом эквиваленте на 169% жизнь меняется постоянно конечно же на застройщиков она тоже очень сильно влияет в связи с этим хочется также отметить что количество новостройок будет в ближайшее время сильно уменьшаться потому что на любую новостройку выдается лицензия для строительства и конечно если в 22 году было выдано одно количество лицензий то в 23 оно сократилось вдвое в 24 году он еще идет мы еще не знаем что нас ждет в ближайшее время но мы чувствуем что дефицит будет конечно только прогрессировать по разным причинам в том числе все меньше и меньше земли остается для строительства ну и конечно же если говорить о земле то самая дорогая земля сейчас опять же неудивительно но учитывая спрос турков в большей степени это конечно земля Анкары земля Анталии которая достаточно всегда вкусная и интересная потому что она проистекает по всему средиземному морю а естественно выход к воде всегда самый дорогой ну и что касается Бурсы это район под Стамбулом там тоже очень сильно дорожает цена на землю и все что вокруг из мира но это опять же классические рынки для турков окей ну и давайте я просто смотрю мы так с вами как-то говорим и я вдруг поймался на мысль что мы уже почти час проговорили а нам еще много чего надо успеть поэтому давайте чуть-чуть сожмем нашу историю перейдем к следующему вопросу вопрос о котором мы кстати заявляли на вебинаре я знаю многих заинтересовал в общем инвестиции в Турцию это долгое время считалось ну ты купил есть во-первых рост цен тем более был ажиотаж все это очень замечательно сейчас с учетом все-таки понятных ограничений по краткосрочной аренде вопросов в этой связи стало больше и насколько я знаю появились в Турции предложения с гарантированной доходностью можно несколько слов о них и может быть мы просто какие-то конкретные примеры приведем а потом отдельно и по северному Кипру об этом поговорим да я буду я включу у нас презентация очень большая я заключу давайте по своему выбору можно давайте хорошо как вам удобнее тут вы хозяйка знаете лучше давайте со Стамбула потому что там как раз самое интересное предложение которое в том числе эксклюзивно у интермарка как раз если говорить про вложения в Турцию то хоть лира у нас и потеряла но недвижимость сильно подорожала это реальная статистика туркстата в Стамбуле за полтора года в лировом эквиваленте на 280 процентов она подорожала и за 9 лет она выросла в цене в 15 раз недвижимость в Стамбуле но это лира все-таки давайте оговорим да но лира у нас в 15 раз не снизилась поэтому конечно это тоже правда просто те кто 10-12 лет назад покупал в Стамбуле озолотился это я точно знаю верните меня так сказать я вот реальности верните меня к реальности пожалуйста я хочу обратить внимание на проект который мы сейчас представляем эксклюзивную возможностью покупки именно под опцион объект расположен в азиатской части неизъезженный здесь за 415 тысяч долларов можно приобрести хорошую большую квартиру с двумя спальнями видовую с видами на Босфор с видами на Принцевые острова и самое интересное это опцион который доступен только для компании Интермарк 50 квартир всего у нас есть на перепродажу по этому опциону это гарантированный обратный выкуп который будет прописан у вас в опционном договоре в долларах США 125 процентов через 3 года соответственно если мы вкладываемся на сумму примерно 415 тысяч то 520 тысяч долларов через 3 года мы получаем от застройщика обратно при этом комплекс будет реализован через 12 месяцев есть квартиры с готовыми экспертизами под паспорт поэтому если вас интересует заработок понятный и не очень завышенный и гарантированный от застройщика то это очень хорошая возможность получить гражданство и чтобы вас не болела голова в дальнейшем означает ли сказанное вами что застройщик уверен в том что квартира за 520 тысяч вот в этой части Стамбула будет востребована без всяких проблем через 3 года это да именно это и означает плюс ко всему не нужно бояться таких опционов дело в том что когда вот мы видим этот комплекс он очень большой это комплекс действительно на большое количество юнитов на огромное количество офисных помещений стрит ритейла на первых этажах и конечно же любые крупные такие застройщики которые реализуют большие объекты они имеют банковское финансирование но банковское финансирование оно достаточно дорогое и чем больше запрос у застройщика на банковское финансирование тем выше процентная ставка поэтому клиентские вот такие вот обратные выкупы клиентские деньги они дешевле получаются таким образом они просто себя рефинансируют ничего страшного нет я с вашего разрешения немножко тут пощелкал это стоимость объекта с мебелью уже то есть он под ключ сдается или это просто рендеры это просто рендеры они предлагают естественно свою дизайнерскую полностью обстановку но в Турции всегда сдается чистовой отделкой естественно всегда есть полностью обустроенные санузлы сантехникой всем остальным пять обычно предметов кухонной мебели техники я имею ввиду теплые полы кондиционирование здесь кстати говоря есть здесь хорош очень условия плюс ко всему в этом комплексе нет расходов на приобретение то есть мы не платим налог на покупку мы не платим налог на переуступку права собственности мы не платим ничего кроме одного процента НДС который в общем-то возвратный если мы говорим о первой единственной покупке на территории Турции окей хороший вы говорили про Анкару еще вот это уже апартамент Гриарм Стамбулом или давайте если хотите про них я быстро давайте расскажу действительно второй проект тоже мы предлагаем под понятную больше капитализацию с повышением цены на 20% рядом с заповедником европейской части здесь нет гарантированной доходности но благодаря своей локации и качеству строительства здесь можно будет действительно получать минимум 5% долларов а то и 8 и со своей собственной управляющей компанией и сразу же тогда возвращаемся в Анкару Анкаран еще раз простите вот когда мы говорим про аренду вот эти комплексы они имеют туристические лицензии здесь у нас не туристическая лицензия здесь у нас долгосрочная аренда от управляющих компаний здесь у нас стратегия долгосрочная поэтому если мы говорим с вами о туристической лицензии например сейчас я быстро перелесну в Мерсин уйду там можно 15% получать доходности там и юниты стоят по 50 по 60 по 80 тысяч долларов маленькие световые и они отельную концепцию имеют там вот можно окей ну давайте к Мерсину вернемся вы сказали про Анкару Анкару редко говорим пожалуйста редко говорим про Анкару однако для многих это сюрприз но это столица не Стамбул а Анкара мы с вами помним да да мы с вами помним крупный по населению конечно же город здесь нет выхода конечно к морю поэтому для русского обывателя оно не очень понятно но тем не менее город прекрасный развивающийся множество штаб-квартир крупнейших международных компаний находится именно в Анкаре конечно же главы банков крупнейших расположены также здесь и недвижимость в отличие от Стамбула она радует своими ценами здесь я как раз представляю объект который еще строится и он по стартовой цене идет от 100 тысяч долларов и здесь доходность как раз не краткосрочная а долгосрочная минимум 6% в долларах США она фиксируется в договоре? нет это именно примерная доходность мы рассчитываем да с точки зрения локации район центральный при этом обращая внимание это не задворки какие-то это нормальная полноценная квартира с одной спальней расположена в хорошем комплексе со своим опять же стрит-ретейлом на первых этажах здесь у нас минимальные планировки 45 квадратных метров хорошее понятное вложение и в Анкаре есть возможность приобретя даже на 100 тысяч долларов оформить вид на жительство у нас есть такая разговор что 200 и не меньше я просто слышал что в Мерсине такое можно и в Анкаре в общем тоже решают вопрос что называется да решаем вопрос и помогаем с этим решением этого вопроса по Мерсину тоже кстати говоря можно будет поговорить окей ну давайте посмотрим по Анкара вот собственно и Мерсин сразу же у нас идет Мерсин Мерсин все еще долгожданный аэропорт мы так и ждем он еще не запущен к сожалению есть определенные причины они конечно же летом им не выгодно запускать Мерсин им надо заполнять курорты Алани Анталии это тоже такой психологический подход инвестиционный у турков они ничего просто так не делают но тем не менее Мерсин да очень активно застраивается есть хорошее предложение сегодня я хочу выделить предложение с гарантированной доходностью сроком на 5 лет который фиксируется в договоре в долларах США 8,3% на квартиру полностью мебелированную которая будет по цене 95 тысяч долларов и эта квартира сдают уже построенные нет самое приятное что он сдается уже в декабре 24 года то есть осталось всего полгода осталось до уже сдачи эксплуатации и здесь квартиры больших очень планировок 80 квадратных метров полностью мебелированы за эту цену то есть здесь все будет буквально под ключ сделано даже вилки ножи ложки тарелки и так далее всего 10 минут до пляжа шаттлбасс и под гражданство тоже подходит можно таких юнитов купить 4 штуки под паспорт и получать гарантированную доходность через 3 года продать все свои объекты но при этом у вас еще будет 2 года действовать гарантированный доход и для нового покупателя это в принципе тоже будет преимуществом окей ну и буквально пару слов про Измир давайте раз уж угодно у вас есть как я понимаю про него тоже говорят мало а тем не менее да про него говорят мало но тем не менее я один только объект выбрала сегодня по Измиру у нас их достаточно много это большой город именно не курортный здесь купаться в отличие от многих распространенных мыслей нельзя по Сирийской побережье у нас но это город портовый представляю вам проект который называется Алсанжак он уже сдан в эксплуатацию здесь хорошие стартовые цены от 220 долларов естественно здесь нет мебелировки здесь нет гарантированной доходности но это понятный хороший проект от застройщика государственного который строит в общем-то понятный и популярный и ликвидный в дальнейшем комплекс который можно будет перепродать или сдать в том числе турецкому гражданину доходность такая от такой квартиры будет средним от 5 до 8 процентов на долгий срок и управляющая компания здесь разумеется тоже есть окей Елен спасибо Улукбек давайте пару фраз про Северному Кипру точнее по объектам те которые примеры есть у вас я их тоже с вашего позволения открыл уже несколько слов по ним слушайте ну это самый грандиозный проект на текущий момент на на Северном Кипре в районе Искеле то есть это один из самых масштабных проектов там уже сейчас введено около 15 бассейнов анонсирована уже девятая очередь то есть очень большое количество блоков построено практически маленький городок очень удобный кстати говоря план оплат по данному комплексу это 30% первоначальный взнос и на 7 лет беспроцентная рассрочка также по текущему проекту имеется гарантированная аренда 8% вы можете получить ее деньгами либо отминусовав от стоимости договора купли-продажи окей это по данному далее смотрим дальше да не менее грандиозный проект но он еще не построен также находится в районе Искеле очень самая высотная застройка в Искеле больше в Искеле по 33 этажа разрешения на строительство не дается этот проект грандиозный на самом деле здесь все самое-самое если это бассейн то он самый-самый большой если это этаж то он самый-самый высокий на северном Кипре то есть практически очень крутой проект и самое что интересное в этом проекте рядом есть свое казино по сути это тоже потокообразующие я бы так сказал казино именно потокообразующая фича для и продажи и для сдачи в аренду в этом проекте окей пожалуйста перемещаемся в район Боас это практически буквально минут 15 езды по восточному побережью северного Кипра от именитого застройщика данный проект опять-таки же повторюсь данный застройщик славится своей развитой инфраструктурой на территории комплекса имеется аквапарк и также очень удобная рассрочка платежа 30% первоначальный взнос 70% на 7 лет плюс есть готовое жилье оплатив которое 50% вы можете оплатить заехать в это жилье и беспроцентно платить 3 года также в этом проекте существуют тэшбэки гарантированная аренда управляющей компанией все самое крутое то что на северном Кипре предоставляется застройщиков оно имеет следующее данный низкоэтажная застройка по этажам также он находится в Буазе проект на первой линии от моря очень привлекателен инвестиционно выгоден расскажу одну вещь застройщики я разговаривал с самим застройщик который строил этот проект и он мне сказал такую вещь мы заработали на этом проекте меньше 5 раз нежели наши первые инвестора когда покупали эту недвижимость то есть там в пересчете пересчете на юнит имеется ввиду нет в 5 раз x5 нет я а все я понял да как считали абсолютно все а это третья очередь данного проекта проект опять-таки очень класс чуть-чуть поближе говорите пожалуйста чуть-чуть поближе он находится между горами и морем и очень атмосферная инфраструктура и виды перемещаемся в СНТП это уже северная часть нашего острова соответственно проект больше такой индивидуальный то есть там очень мало юнитов удобная рассочка 35% первоначальный внос и оставшиеся 65% до 2027 года район активно развивается очень красивый район это такая кипрская ривьера с одной стороны горы с другой стороны моря очень классный район СНТП и там престижный там гольф-клубы рядом насколько я знаю абсолютно так подтягивается гирновская инфраструктура то есть это школа это больница то есть по сути СНТП мы можем говорить о том что это пригород гирна это 15 минут последний проект слушайте ну это самый наш что называется тяжелый люкс это вот самое он не по масштабам а по качеству отделки по локации соответственно конечно же по стоимости этот проект строят наши партнеры с которыми мы активно ведем по России и по зарубежному то есть это вот наши партнеры которые нам предоставляют самые выгодные условия и эти условия мы можем предложить нашим клиентам это более лакшери проект и здесь недвижимость начинается от 170 тысяч фунтов стерлингов окей ну что ж друзья давайте я тогда во-первых поблагодарю Сулубяка Шакирова руководителя направления Северного Кипра турецкого офиса Интермарк Глобал поблагодарю Елену Заплаткину руководителя направления Турции Интермарк Глобал ну и все-таки чтобы завершал вебинар я буквально пара слов еще разочек в продолжении как вы себе сейчас видите то с чего мы может быть начали но хотелось бы все-таки понимание вот если коротко покупать сейчас в Турции это чтобы что чтобы быстро заработать чтобы получить гражданство окей понятно пожить самому как вам кажется Ильяна в первую очередь и как это будет в ближайший год Да в первую очередь опять же повторюсь это понятная и приятная страна и для релокации и для временного проживания она никогда для российского пользователя не уйдет на второй третьей пятой планы мы это всегда видим и понимаем сейчас нет возможности на коротком может быть плече заработать большие деньги но на долгосрочной перспективе если вы планируете покупку за рубежом это ваша первая покупка работая с многими юрисдикциями могу сказать что Турция это одна из самых понятных юридически чистых и похожих пожалуй по опять же праву стран для приобретения которые еще возможно приобретение в маленьком чеке относительно опять же даже наших курортных локаций большой прекрасной Российской Федерации доход от аренды ВНЖ может быть гражданство если у вас больше возможностей приобретения ну и конечно же сдача в аренду на долгий срок или короткий то есть важный момент я еще раз хочу подчеркнуть то что вы сказали мы как-то не очень сакцентировали краткосрочная аренда появляются варианты появляются варианты ну или берете новый где есть просто соответствующая лицензия или и на вторичке вы сказали по вашему опыту есть первые комплексы которые получили чем-то по берету лицензию конечно 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 в принципе я считаю что Турция она покрывает все возможные инвесторские задачи которые есть все только важно единственное иметь хорошего проводника в мире приобретения недвижимости в этой прекрасной стране и желание и главное понятное дело помимо желания это возможность а локацию город и подход который вам нужен мы вам естественно поможем подобрать меня еще честно я просто не рассматривал поскольку мне как себя турецкое гражданство меня очень впечатлили ваши варианты действительно интересно Анкара Мерсин дешевле 100 тысяч или от 100 тысяч условных единиц в общем тем более с гарантированной доходности думаю это интересно может быть многим Лугубек пожалуйста тот же самый вопрос по северному Кипру буквально такое резюме опять же перспективы с учетом изменений в законе что иностранец реально сейчас по вашим словам по этому закону по этому закону может реально купить один и оформить на себя один а с дальнейшим приобретением могут быть некие трудности ну смотрите во-первых северный Кипр это остров то есть здесь я бы немножко с другой стороны зашел здесь более размеренная безопасная островная жизнь тут британское образование тут фунта стерлинги в денежном обращении как и турецкая лира грядут скорее всего перемены потому что все таки как вы отметили в самом начале вы сказали непризнанная территория северного Кипра я бы сказал бы частично признанная все таки она признана и с этой точки зрения скорее всего почему сейчас ожидают почему введены вот эти законы и вводятся законы скорее всего контролируют и в какой-то степени сдерживают поток большого притока сюда и на францию потому что все таки скорее всего какие-то будут перемены все таки мы уже очень долгое время ждем признанности данной территории построена аэропорт и вся инфраструктура подводится то есть допустим все вот многие социальные проекты по той же самой канализации они финансируются деньгами с Евросоюза то есть какие-то процессы уже между Евросоюзом и северной части и в этом плане я считаю что сейчас ну опять-таки же это мое внутреннее убеждение я считаю что сейчас очень хороший хороший момент купить недвижимость на северном Кипре для последующего собственно личного проживания либо для того чтобы купить здесь недвижимость и оставить потому что скорее всего это ну не просто так это все делается я не могу там в долгую говорить про какие-то прогнозы потому что они мои субъективные прогнозы но я думаю что в ближайшее время мы что-то увидим и недвижимость как следствие здесь резко возрастет ну и плюс минус она догонит вот цены южной части острова вот у нас вот все на уровне нашей экспертности вот такие убеждения потому что тот же самый Азербайджан он уже межпарламентные сессии по ну по тем или иным вопросам скажем так по политическим вопросам поэтому мы ожидаем мы ожидаем еще более бурный рост стоимости за счет определенных изменений которые вот скорее всего они будут мы это слышали очень долгое время и все кто на острове про это говорит куда бы ни зайди про это говорят но сейчас оно более и в большей степени актуально окей ну что ж спасибо большое дорогие друзья контакты компании интермарк глобал контакты наших экспертов наших экспертов на экране спасибо что были час с лишним с нами Елена Заплаткина Лукбек Шакира с вами был Филипп Березин приан недвижимость за рубежом до встречи на наших вебинарах и увидимся скоро всем мира и безопасности всем благополучия удачи